МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перчатки нужно покупать строго по руке, чтобы при управлении не чувствовать дискомфорта, рассказывает мотоциклист с трехлетним стажем Роман Кунгуров. Данный аксессуар не единственный в перечне специальной экипировки владельцев двухколесного транспорта. У меня пять курток, каждый под погоду, защита везде присутствует, это обязательно. Шлем обязательно, застегиваем обязательно. Правила дорожного движения, будьте аккуратны, ребят, берегите себя. Профилактический рейд инспекторы ГИБДД провели у Расторгуевского тоннеля. На участке большой поток транспорта и несколько выездов на большие трассы. В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта мы проводим совместные рейды с 7 батальоном и выявляем правонарушения участниками, кто управляет у нас либо мотоциклами, либо мопедами. Опять же, имеем в виду и наших подростков, которые катаются зачастую. В ходе мероприятия было проверено более 30 любителей мотоциклетной техники. Большинство из водителей ПДД не нарушали, управляли железными конями в мотошлемах и другой защитной экипировке, имели удостоверение соответствующей категории и регистрацию в госавтоинспекции. Удобно в Москве в пробках, намного быстрее получается ехать, ну и летом приятнее. Минимальная экипировка у нас по законодательству шлем, а в целях безопасности, конечно, лучше носить мотообувь и мото-буртком. Ну, так же, в принципе, любая защита, она не лишняя. Ну, тут еще нюансы есть в том, чтобы было удобно, потому что удобство, оно играет тоже огромную роль в плане безопасности. Не остались без внимания сотрудников ГИБДД велосипедисты и самокатчики. Зачастую наблюдаем ситуацию, едет ребенок на самокате маленького возраста, без сопровождения взрослого. То есть это, в принципе, как бы, ну, безалаберность взрослых. Вторая ситуация, когда ребенок и взрослые пересекают проезжую часть на самокатах по пешеходным переходам. Еще раз напоминаем, здесь у нас действуют правила пешеходов, поэтому мы должны слезть с велосипедов, самокатов, моноколес, гироскутеров и огромного количества такого транспорта, который от нас относится к СИМам. И перевезти транспортное средство за руль. Инспекторы провели профилактические беседы с юными участниками дорожного движения. Как через дорогу переходим? Ведя самокатряда. Молодец. Запомнил? Да, запомнили. Можно по дорогам ездить? Нет. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, находясь на проезжей части, все без исключения должны помнить, что соблюдение правил – залог не только собственной безопасности, но и других участников дорожного движения. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Видное ТВ. Видное ТВ. Продолжение следует...